Марина Зудина прожила в браке с актером и режиссером, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Павловичем Табаковым почти три десятка лет. Супругов разделяла огромная разница в возрасте, но это не помешало им быть счастливыми. Молодая избранница подарила Мэтру двух прекрасных детей, сына Павла, который уже успешно строит актерскую карьеру, и дочь Марию. Примечательно, что звездный роман начался, когда Зудина была студенткой на курсе Табакова. Об этом обстоятельстве напомнила недавно Елена Проклова. Откровенно, признание Прокловой, которая прозвучала в эфире программы «Секрет на миллион», привлекло в себе широкое общественное внимание. Актриса рассказала, как, будучи 15-летней девочкой, она столкнулась с настойчивыми ухаживаниями взрослого мужчины. Этот подростковый опыт повлиял на ее дальнейшую жизнь. Елена Игоревна не стала называть имени своего обидчика, но многие догадались, что она имела в виду Олега Табакова. Личная история, которую актриса вынесла на суд общественности, обернулась для нее волной хейта. Недавно ушедший из жизни продюсер Марк Руденштейн заявлял, что уже в подростковом возрасте звезда была неразборчивой в связях. Проклову упрекали и в том, что она покусилась на репутацию уважаемого человека, которого к тому времени уже не было в живых, и он не мог выступить в свою защиту. Впрочем, как отметила недавно актриса, дело вовсе не в Табакове. Я вообще не называла имени. Потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягненок виноват. Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что-то история близости, это просто один из моментов. Нельзя из-за каких-то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему, высказала свою точку зрения Елена Проклова в интервью Собеседник. Ру. Так устроено, что юное женское тело для мужчины очень важно. Ну почему тогда надо врать, ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует. Зачем это ханжество, эта проблема есть, и ее не решить запретом. Этим должны заниматься психологи, антропологи и социологи, сделать так, чтобы и мужчина мог существовать так, как природа его создала, и женщина имела бы право не быть жертвой. И между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения, лицемерие, резюмировала Забакова. Субтитры сделал DimaTorzok